Девушки отдыхают Снимаю колеса Напомню, что спереди у меня стоят проставки Попробую их сорвать И расскажу более подробно Проставки я делал здесь в Латвии Ширина 3 см Проставки мне нужны для того, чтобы колесо стояло вровень с фендером Для того, чтобы снять стойку Вам понадобится открутить два болта снизу Болты на 21 см Три болта сверху Если я не ошибаюсь, они на 13 см И снять датчик АБС Эти болты я выкручивал год назад Именно поэтому они так хорошо выкручиваются Плюс я обильно их смазал А теперь я наглядно покажу Почему не стоит резать пружины И оставлять стандартные стойки Слева у нас заводское решение Это оригинальная стойка и оригинальные пружины Посередине заводская стойка, но пиленные пружины АПЕКС Ну а справа кайловеры от фирмы КВ Колы регулируются до минус 8 см Но уже сейчас наглядно видно, что вся стойка намного ниже, чем заводское решение Снимем и переставим крепление под датчик АБС Площадка на месте Собираем все в обратном порядке Так, ну вот наша стойка на месте Теперь проделываем все абсолютно то же самое с другой стороны И переходим на заднюю подвеску Снимаем задние колеса Меняем амортизаторы Немного выгоняем машину И уже с ямы будем менять пружины Чик Сзади я использую универсальные проставки шириной всего 5 мм Напомню, что сзади у меня стоят колеса шириной 10J на 20 вылете Ну а сейчас приступим к снятию амортизатора Для этого нам потребуется открутить один болт на 15 сверху И выкрутить болт на 18 снизу Кстати, я перерыл абсолютно весь гараж И так и не нашел бочку на 18 Напишите в комментарии, есть ли у вас бочка на 18 Ну вот и наш верхний болт Теперь откручиваем нижний Снизу очень мало места Мне не накинуть ключ и не подобраться трубой Поэтому воспользуемся небольшим лайфхаком Берем два ключа Вставляем ключ в ключ И пробуем открутить Пошла Вот и наш амортизатор Нижний болт Кстати, амортизаторы оригинальные Такика Япония Сделаем тест Вот мои новые амортизаторы Амортизаторы от фирмы КВ Складывается ощущение, что на разборке работают ребята, у которых в детстве не было фломастеров Амортизаторы полностью исписанные Кстати, давайте попробуем средство, которое мне прислали на обзор И приведем мои амортизаторы в рабочий вид Это смывка краски от конторы Pinti Plus ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, другое дело Средство работает Смазываем болты И собираем все в обратном порядке Субтитры делал DimaTorzok Затягиваем болты Ставим колесо Перекатываем машину И меняем задние пружины Поднял машину Залазим в яму И вытаскиваем пружины Пружины спокойно выходят Напомню, это пружины от Opel Vectra ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легко и просто Быстрый обзор задних пружин Оригинальные пружины Пружины от Opel Vectra Напомню, что я отпилил пол уха Чтобы пружина вошла в посадочное место Ну и кайловеры от фирмы KV Откручиваю стяжку И одна сторона будет готова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также устанавливаем вторую сторону ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я опустил машину Кайловеры выкручены до максимума вниз Но даже в таком положении Машина стала примерно на сантиметр выше Это видно по отбойнику Когда я ездил на пружинах от Opel То машина уже лежала на отбойниках Придется что-то думать Если честно То найти даже новые кайловеры На пятикрузер не так просто Цены начинаются от 1000 евро Именно поэтому мой изначальный план Был найти бэушные кайловеры От Opel или Volkswagen Немного их доработать И поставить на мою турбу Какое-то время спустя Я доткнулся на объявление В Россию пришла машина с Японии И на японской машине стояли мои кайловеры Я связался с продавцом Цена в России была 18000 рублей Добавим доставку и дополнительные траты Все в сумме вышло около 270 евро Умеете? Могете просто! Новый комплект кайловеров КВ в Америке Стоит 1200 долларов Добавьте сюда доставку Добавьте растаможку Полный комплект весит около 30 килограмм Я думаю, что финальная цена в Латвии Была бы 1500 евро Мне максимально нравится Как выглядит перед Не обращайте внимание на мои зимние колеса Хотя именно на них видно Насколько шире мой летний сетап Кайловеры стоят в верхнем положении А это значит, что я запросто смогу Подогнать колесо карки Что касается задней подвески То не все так однозначно Сейчас кайловеры в самом нижнем положении Но при всем при этом Машина выше, чем на пружинах от Опеля Я надеюсь, что мне не придется пилить кайловеры Спасибо, что посмотрели этот ролик Нас уже 200 человек Перекидывайте этот ролик Маме, бабушке, дяде и так далее До новых встреч! Всем мир!